Забили нашу бутылку, бомбы летят. Пристегнуться, это чтобы стекла не попали в спину или в живот. Надо пристегнуться курточкой, чтобы в курточку попали, а в себя нет. Я открываю глаза, лежит этот снаряд, лежит женщина. У нее просто мясо, сапог валяющийся. Вообще, когда я открывала глаза, я видела, как, знаете, нога свиньи летит. Просто голая нога свиньи. Я для начала подумала, что это мясокомбинат какой-то животных. Просто туда бомбануло, а потом я поняла, что рядом ничего такого нет, чтобы было мясное. Потом я понимаю, что это человек. И все, у меня истерика, у меня паника. Я смотрю на свои штаны, на курточку, на лицо. Я вся в этом мясе, в хрящах, в крови. Это ужасно. Этих снарядов по городу очень много. И они падают не на место, где просто шла на армию, а в житвую квартал. Были очень обстрелы большие. И могли попасть в дом. И чтобы он не загорелся, надо было бежать. Говорили, что если будут стрелять, если в теклышко попадут, надо пристегнуться и присесть. В трех-четырех метрах от меня упал этот снаряд, когда я бежала к маме, когда она грохотать начала. Потому что там был мощный обстрел по нашему району. И долетели, слава богу, снаряды, которые были пустыми и они не взорвались. Если бы они просто взорвались, пол дома не было, меня бы не было, мамы не было. А папа с малыми, я думаю, остались в живых. Это очень страшно, когда летит самолет, и за ним слышно такие бум-бум-бум-бум взрывы. И просто надеяться, чтобы этот взрыв не попал там в дом или подобное. Я боюсь громких звуков, когда там тумбочка, двери закроются, шарик лопнет. То есть такое. Очень страшно было, и все плакали. Бабушка плакала, говорила, поезжайте в Литву. Ну, мы не послушали, все уехали в Литву. Нечего же делать. Дома. Сидеть и смотреть, как стреляют. Прямо они себя начали чувствовать. Тут как дома, налеты эти бесконечные. Когда мы только заходим домой, проходит минут 10, вылетает новый истребитель. Они прям пролетели, промомбили, подзаправились. Через час опять летят бомбить. Вернуться там еще нечего, городов нет и школ нет. Путин говорит, что это какая-то операция, но это не операция, это война. Вот, черная война и злая война, которая людям не дает покоя. И вот этот дедушка кривой, потому что он не знал, что на Украину нельзя нападать. А его еще президентом назвали. Какой он президент? Зачем его назвали президентом? Нельзя так просто каждый день устраивать войну. Мне так кажется, что у него есть мечта, чтобы у него был весь мир, контролировать его всем свитом. За нас почти все страны, они просто смотрят, как Украина воюет с Россией. Они смотрят просто, они могут помочь. Та же, та самая Америка, она может помочь, но они просто смотрят, ну это мое мнение, они просто смотрят один, ну, кто выиграет друг друга. Просто, может, ему в детстве не придяяли уваги. Мы же ничего не сделали плохого, Россия. И я не понимаю, почему Беларусь идет к России. Мы же ей совсем ничего не сделали. Но наши войска очень сильные, мощные. Мы переможем Путину. Украина переможе Путину. Добро перемогает зло. Ось так. Добро перемогает зло. Продолжение следует...